здравствуйте дорогие подписчики гости моего канала меня зовут юлиана 13 ноября бурный день каждого ожидает проверка а также все завистники ваши уйдут сегодняшнее видео вы все узнаете воскресенье 13 ноября управляется нейтральными 19 лунами сотками во время которых вам предстоит своеобразная проверка на прочность бурная энергетика дня может показаться достаточно тяжелой однако опасаться ее не нужно в зависимости от ваших усилий она способна нести как разрушение так и созидание сохраняйте спокойствие и терпеливость тогда это день станет для вас приятным и благополучным вы на враге смягчает тяжелую энергетику этих лунов соток однако вместе с этим она делает вас более эмоциональными иронимами важно не поддаваться сию минутным желанием и действует продумано чтобы избежать ошибок принимая любое решение обращайте внимание на подсказки вселенной и не игнорируйте голос интуиции период у власти 19-х лунных суток вселенная проверяет насколько хорошо вы усвоили уроки предыдущего периода если время было потрачено с пользой сделаны верные выводы вас будет ожидать щедрая награда однако для этого необходимо усилить самоконтроль ни в коем случае не поддавайтесь эмоции следите за своими высказываниями будьте терпеливы относитесь к окружающим с вниманием и заботой демонстрируйте все свои положительные качества спокойно реагируйте на трудности возникающие на пути будьте готовы отстаивать свои интересы однако делать это без ссор и конфликтов не повышая голос на окружающих с честью преодолев эти луны сутки вы получите все к чему стремитесь в этот период недопустимо идти на поводу у мимолетных желаний действует непродуманно избегайте соблазнов которыми наполнен день не позволяйте себе грубых слов и выражений как бы не хотелось посплетничать высказать критическое замечание или поругаться с кем-либо из своего окружения не поддавайтесь этому желанию сегодня многое зависит от вашего настроя поэтому ищите плюсы в любой ситуации и не допускайте уныние сны этих лунных суток способны напугать но не стоит беспокоиться вещами они не являются все приснившиеся представляют собой отражение вашего подсознания она показывает скрытые желания комплексы поэтому постарайтесь проанализировать свое сновидение а если сделать это не получается обратитесь к профессионалам которые помогут справиться с внутренними конфликтами день благоволит творческой деятельности займитесь любимым делом к примеру приготовьте новые блюда или возьмитесь за кисть и краски искусство поможет вам обрести душевный покой и внутреннюю гармонию хороший день для получения новой информации материал усваивается легко особенно при самостоятельном изучении поэтому занятия в группах нежелательно для лучшего запоминания делайте паузы между обучением это поможет избежать перенапряжение занятия спортом следует подходить с осторожностью сегодня вам будет сложно избежать усталости и перенапряжение поскольку появляется желание достичь всех поставленных целей одновременно поэтому лучше ограничиться разминкой и утренней пробежкой она советует займитесь делами начатыми накануне или займитесь планированием новое начинание лучше отложить поскольку несдержанность или отсутствие положительного настроя могут негативно повлиять на успех ваших действий если есть возможность возьмите выходной и проведите день в одиночестве работу в коллективе нежелательно так как она станет настоящим испытанием на прочность переговоры с партнерами и инвесторами чревато расхождением мнений ссорами и конфликтами также нежелательно общаться с руководством а если это неизбежно будьте предельно корректны не озвучивайте каких-либо предложений сегодня ваши слова не будут воспринято серьезно крупные денежные операции нежелательно так как имеется риск потерять и сбережение можно совершать мелкие приобретения покупать необходимые вещи в кредит в людных местах внимательно следите за имуществом особенно кошельком и кредитными картами поскольку в этот день увеличивается вероятность краж работа по дому поможет успокоить эмоции добавить жилища уюта однако не стоит заниматься масштабными перестановками или ремонтом займитесь декором помещений сделайте влажную уборку очистите пространство огнем свечи сегодня желательно сократить контакты ограничившись самыми близкими людьми полностью ограничивать общение не стоит но постарайтесь оградить себя от незнакомцев избегайте негативных высказываний сплетен старайтесь больше молчать отношения с любимым человеком также могут столкнуться с проверкой на прочность избегайте любых конфликтов сдерживайте эмоции сегодня возможны приступы ревности внезапной вспышки гнева не поддавайтесь негативу и ни в коем случае не пытайтесь устроить разбор полетов поскольку это приведет к усугублению сложившейся ситуации если не чувствуете готовность компромиссом проведите день в одиночестве поездки особенно деловые будут удачными однако отправляться путь лучше в одиночестве старайтесь меньше контактировать с попутчиками не ввязывайте споры и ссоры тогда путешествие принесет вам только положительное впечатление своеобразная энергетика дня подходит как для светлых так и для темных обрядов поэтому важно уделить внимание защите от негатива позаботьтесь об амалетах и талисманах почистите их приведите должный вид к ритуалам подходите ответственно будьте внимательны и аккуратны чтобы расплатиться с долгами течение всего дня сделайте легкую практику возьмите чистый лист бумаги пишите одну сумму всех своих долгов далее просто вы должны поджечь свою бумагу пока она будет гореть вы должны сказать такие слова костер пусть сгорает долги мне прощает до твой их изничтожает пепел по ветру пускаю нищету прочь прогоняю быть по слову моему вот проговариваем три раза даже если ваша бумага уже сгорела пепел пускаем по ветру от завистников если в вашем окружении появились недоброжелатели от которых не удается избавиться иными способами обязательно сделайте практику вам понадобится стакан с чистой простой водой дальше немного молока и чайная ложка меда приступайте к практике вечером когда на небе будет видна луна смешайте все компоненты в стакане затем поставьте его на подоконник и оставьте хотя бы минут на 30 под луном светом желательно если луны в окно не видно ничего страшного затем возьмите свою емкость в руки и три раза скажите такие слова водица с молоком смешалась светом напиталась она с меня дурной глаз смывает от людской злобы избавляет зависть чужую прочь изгоняет вот проговариваем три раза все далее этой жидкостью вы должны просто протереть свои руки а остальное вылить также очищаемся от негатива вы можете сделать и следующую практику вам нужно приготовить настой из полыни полынь можно купить в аптеке делаем легкий настой далее когда вы его приготовили вы должны им умыться а после умывания один раз сказать такие слова негатив убираю счастье к себе привлекаю истина вот говорим один раз и этого достаточно вы уже после процедуры заметите что настроение стало лучше а в теле появилась энергия ну а по народным приметам 13 ноября отмечают спиридон и никодим родившиеся в этот день обладают чрезвычайной стойкостью и упорством в достижении целей помимо этого являются прекрасными организаторами данные качества делают из них приврожденных лидеров умеющих вести за собой в любовных отношениях страстны но остаются верными своему партнеру талисман для них в является береза второе название этого праздника день матицы повелось из-за традиции связаны с этой деталью дома матицы называется брус располагающийся поперек потолка дома 13 ноября вся семья садилась под удерживающую матицу и читали заговоры чтобы привлечь в семью богополучие и удачу главное блюдо на столе в этот день была курица была в этот день очень интересная примета она гласила то что найдя на улице монету или ценную вещь ни в коем случае нельзя оставлять ее себе нужно потратить ее на тех кто нуждается в помощи а иначе можно растерять уже имеющиеся блага по возможности старались прилечь в обед на тихий час ведь согласно поверью тот кто не поспит в этот день вдоволь вскоре может подхватить болезнь либо неприятности и по традиции перед сном каждый из вас перед тем как ложится спать проговариваем такие слова я выношу уроки из каждого прожитого дня вот повторяем один раз и вы посмотрите что каждый день вы будете идти к своим целям